здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья в хабаровске и в россии началась зачистка власть применяет точечные репрессии против активистов для подавления протестов суд хабаровске на 7 суток арестовал блогера алексея романова занимавшимся на своем youtube канале освещением митингов в поддержку сергея фургала в хабаровске как сообщает местный портал блогера сдержали по статье о нарушении порядка организации или проведения собраний демонстрации шествия или пикетирования издание также сообщило что суд арестовал романова на 7 суток друзья как это понимать нет ли ощущения что активистов под шумок начинают зачищать список задержанных на акциях поддержку фургала пополнился в ночь на 2 августа в москве сдержали автора канала протестный мгу и активистку бессрочного протеста поводом для задержания стала просьба сотрудникам овд представиться сообщает овд инфа обоих оставили в отделе на ночь в то же время в екатеринбурге во время прогулки с собакой задержали активиста по данным портала его отходили дубинками и оставили на ночь а в спаске дальнем двух участников акции покромления голубей задержали с использованием удушающих приемов поставив одному из них колено на голову обоих тоже оставили на ночь в органы хотя у одного из них двое несовершеннолетних детей вот такая вот друзья информация как я уже говорил ранее я считаю что власти на же не будут лезть вот так вот напором напором скажем так не будут хватать всех хабаровске там либо еще где-то но в других городах это проще где 100 200 человек в хабаровске они этого делать не будут потому что там это все очень сложно представляете какая орава людей на улице и какая орава людей еще может выйти за тех людей которые сейчас на улице естественно этого делать не будут но зачистки уже начинаются если в той же москве в петербурге там в новосибирске либо в кемерово это все проще там есть какой-то один активист два активист которые выводят людей начинают проводить эти несогласованные акции там проще скажем так удалить голову а тело оно само по себе уже действовать не буду то есть люди будут расходятся и все акции все эти заканчиваются то в хабаровске в хабаровске я считаю это сделать все гораздо сложнее так как там конкретно вот такого активиста или лидера его нет и я считаю считаю что сейчас будут хватать но не только я считаю власти сейчас так и делает они хватают таких личностей которые начинают выделяться из толпы выделяться скажем так пользоваться каким-то небольшим авторитетом вот берут их удаляют берут их удаляют но делают это все спокойно по-тихому скажем так без всякой паники и я считаю что это конечно уже началось но ближайшее время будет развиваться еще сильнее будут удалять блогеров потому что вот это вот освещение вот эту проблему понятно что телевизор это не пропускает но у нас же очень много людей сейчас сидят в ютубе и понимаю что телевизор смотреть смысла нет там тебе интересно совершенно ничего не скажут и для того чтобы скажем так купировать купировать вот эту вот подачу информации в youtube будут убирать вот этих блогеров которые ведут прямые трансляции с хабаровска либо которые не ведут прямые трансляции но всячески там обсуждают эту проблему у которых довольно таки большое количество подписчиков там от 500 тысяч ну хотя бы 300 тысяч потому что меньше канал это канал микроб считается в рамках ютуба небольшой канал и как мне кажется меньше 300 тысяч у кого каналы тем пока ничего совершенно не грозит но у кого больше у кого больше тем тоже будут всячески применяться какие-то штрафные санкции запугивания возможно попытаются объяснить что если ты будешь продолжать это делать дальше то может произойти вот это вот это и вот это вот а если ты не будешь это освещать то тебя никто не тронет а возможно даже кита а и бонусы возник но но друзья вот эти вот репрессии зачистки они сейчас будут продолжаться потому что власть понимает что просто так этот пожар не потух сам по себе и если если они не будут подключаться к этому делу то есть власть уже за столько времени за 20 дней она выработала какую-то стратегию и немного начинает понимать как себя вести в этой ситуации если вернуться двумя тремя неделями назад то власть это вообще была в растерянности она просто не понимала единственное что она могла сделать это просто просто сидеть наблюдать но теперь же друзья наблюдать никто не будет будут действия будут такие вот незначительные уколы по активистам которые будут зарождаться где-то пока так а дальше уже будет видно на этом друзья у меня все всем кому понравилось видео ставьте классы подписывайтесь на канал обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео появившиеся на канале всем пока друзья до новых встреч до новых встреч